Сочи создадут центр пожилого человека, отремонтируют дома культуры и продолжат борьбу с вредителями и бродячими собаками. Об этом заявил глава города на очередном планерном совещании. Уникальная барокамера сочинского отряда МЧС заинтересовала армянских спасателей. Сотрудники чрезвычайного ведомства республики прибыли на курорт повышать квалификацию. В Сочи есть женсовет казачий. Чем он занимается и для чего он казачком? В морском порту Сочи живут белухи. В социальных сетях появились кадры, на которых полярные дельфины плавают прямо в акватории Морфорта. Ремонт домов культуры и создание центров пожилого человека, борьба с вредителями и бродячими собаками. Эти темы стали главными на очередном планерном совещании, которое провел глава города Анатолий Пахомов. Обо всем по порядку расскажем в нашем следующем сюжете. Центр нацкультуры Стоки в микрорайоне КСМ – это единственный дом культуры в Сочи, капитально отремонтированный за последние годы. Между тем в городе 66 культурно-досуговых центров, большая часть из которых находится в селах. И большинство требует ремонта, рассказала на планерном совещании начальник управления культуры. Наши учреждения культуры по аллергической программе были отремонтированы те, которые находились в зоне гостеприимства. Поскольку эти ремонты проводились уже почти 10 лет назад, то безусловно уже назрела необходимость в ремонте тоже. По поручению мэра Сочи Анатолия Пахомова, в этом году новую жизнь получат досуговые центры в Лазаревском районе. Будет отремонтирована кровля центра нацкультур. Ремонта также дождутся дома культуры в ауле Шхафит и селе Волконка. Дорожные карты на ремонт ДК, в том числе капитальные, разработаны по каждому району. Дело это затратное, поэтому мэр поручил активнее входить в краевые и федеральные программы по культуре. Сейчас с учетом поручения президента и с учетом послания президентам, такие деньги выделяются. Также на планерке Анатолий Пахомов поручил открыть в районах центры пожилого человека. Это часть программы «Активное долголетие». Зашла речь на планерном совещании и о вредителях зеленого убранства курорта. Пришла весна, значит самое время вступать в борьбу с мраморным клопом и другими насекомыми. В этом году на эти цели выделено 13 миллионов рублей. За счет этих средств будут обработаны муниципальные территории. Ну а о сохранности деревьев на своих участках должны позаботиться сами сочинцы. Обсудили и борьбу с бродячими собаками. Новый федеральный закон о защите животных наделил именно краевые власти полномочиями по регулированию численности животных. Какую роль в этом будет играть муниципалитет, пока не ясно. Этот вопрос сочинские чиновники уже завтра обсудят на совещании с вице-губернатором в Краснодаре. «Есть полномочия, нет полномочия. За порядок в городе мы отвечаем. В том числе и по животным. Я повторяю, нарушать закон никто никого не заставляет. И не надо. Задача одна. Подбор собак никто не запрещал и никто не запретит. Их надо всех собрать и передать в приюты. Все. В городе их просто не должно быть. Они должны быть в приюте». Также на планерном совещании, обсуждая тему безопасности дорожного движения, глава Сочи рассказал о реализации программы «Умный город» в планах местных властей. Установка камер, которые будут распознавать и машины с иностранными номерами. Это также поможет навести порядок на дорогах курорта. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На Кубани выросла собираемость взносов за капитальный ремонт. Более 80% жителей региона регулярно оплачивают квитанции. Об этом сегодня рассказал Вениамин Кондратьев. Губернатор провел расширенное планерное совещание, на котором собрались его заместители, руководители профильных ведомств. Также на видеосвязь вышли все главы муниципалитетов. На сегодняшний день в крае отремонтировано более 1600 домов. Но, несмотря на положительную динамику, некоторые города и районы оказались в списке отстающих. Краснодарские коллеги знают все подробности. Посмотреть на эту пятиэтажку в центре Краснодара приходят даже жильцы соседних домов. С гордостью рассказывает Елена Клименко, старшая по дому номер 50 на улице Красной. И действительно выглядит здание как после реставрации. По программе капитального ремонта здесь полностью обновили фасад. Больше 4 миллионов рублей выделили на работы из регионального фонда капремонта. Чуть больше, чем за 4 года работы фонда капитального ремонта на Кубани восстановлено 1645 многоквартирных домов. На это уже потрачено около 2 миллиардов рублей. Такая же сумма сейчас направлена на текущий ремонт многоэтажек. При этом люди стали активнее перечислять деньги в фонд. Однако коэффициент полезного действия самой организации оставляет желать лучшего. Такой итог подвел сегодня губернатор края на расширенном планерном совещании. Еще пару лет назад жители края достаточно негативно оценивали вообще ситуацию с капремонтом домов. И практически в каждом муниципальном образовании об этом говорили, что мы, мне говорили, что мы платим, ничего не делается. А если делается, то спустя рукава. Я могу сейчас констатировать, что, безусловно, спустя два года ситуация изменилась, но, наверное, не поменялась в корне. 2 миллиарда рублей уже расписаны на те подрядные работы, которые выполняются. Ну, 3 миллиарда рублей коллеги пока лежат на счетах. Но фонд же это не банк, чтобы там деньги лежали. Вот 9 муниципалитетов у нас в прошлом году ни одного дома не отремонтировали. Как можно заставить людей из Гультеевического, Денского, Ейского, Карининского, Крыловского, Славянского, Староминского, Туапсинского и Услабинского районов платить, если у них через не год ни одного дома многоквартирного не отремонтировано? Как? Знаете, вот, коллеги, мне непонятно, когда есть деньги, по-простому говоря, ничего не решается. В перечисленных губернатором районах чаще всего работы срывались из-за нерасторопности подрядчиков. По их же вине во многом страдает и качество ремонта. Конечно, такая ситуация не в каждом доме, но подобные случаи не редкость. Количество не переходит в качество. Вот что сегодня тоже имеет место быть. И пишут, что отремонтировали, она все равно протекает. Подъезд сделали, а он все равно уже облез. Краска полезла или там что-то еще что-то делается. Хотя качество это автоматически должно быть. Нужно нам в целом сделать, чтобы деньги, которые в фонде максимально работали, на жителей тех многоквартирных домов, которые регулярно эти взрослые платили. Вопрос здесь, конечно, и в уровне контроля ответственных лиц. Но еще стоит обратить внимание на то, кто становится исполнителем работ. Зачастую это компании из других регионов, которые просто нанимают субподрядчиков и не следят за тем, что происходит на вверенном участке. Ситуацию надо выравнивать в сторону местных компаний, заметил Вениамин Кондратьев. Есть малые частные предприятия, ремонтные предприятия, их достаточно. Мы не можем обеспечить ремонт, что ли, коллеги, не поверю я в этом. А подрядные организации, которые встречаются со мной, это малый бизнес и где-то средний, они говорят, что подрядов нет. Либо давайте вместе соберемся с представителями малого бизнеса, среднего бизнеса, вот теми строителями, небольшими компаниями, которые пусть нам тоже скажут в лицо, как они могут или не могут они участвовать, в том числе в конкурсе на ремонт капитальных многоквартирных домов. В конечном счете все направлено на то, чтобы люди видели, за что они платят деньги. А когда средства аккумулируются на счетах, а дома ремонтируются кое-как, естественно, возникает недоверие. В таких случаях не может быть абстрактного ответственного лица. Спрашивать за недочеты будут с конкретных людей. Нужно кадровое сегодня усиление. Значит, давайте его делать. И не могут те, кто сегодня, значит, они не должны занимать должности попросту. Не должны занимать должность. Люди не должны страдать от нерадивости чиновников, неважно, на крыльевом уровне, либо на муниципальном. Не должны. Никто не мешает, коллеги, никто не мешает. А мы сейчас начинаем. Такие, еще раз подчеркиваю, деньги, миллиарды лежат, и мы пытаемся себя оправдать. Да нет здесь оправданий. Нет здесь оправданий. Берите и выстраивайте алгоритм. Еще раз подчеркиваю. Если в каком-то районе он не выстраивается в силу отсутствия компетентности тех или иных должностных лиц, значит, обозначайте фамилию этих должностных лиц. Но ответственность главы фонда никто не снимал. Это его задача сегодня обеспечить им взаимодействие. И результат. Люди спрашивают с нас. С краевого фонда, потому что они платят в краевой фонд. Поэтому и ответственность, в первую очередь, коллеги, на крае. Сейчас в регионе составляют план по многоквартирным домам, которые попадут в программу капремонта в следующем году. Для этого проводят обследование зданий. Всего же на Кубани до 2043 года планируют отремонтировать почти 18,5 тысяч домов. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. К весеннеполевым работам готовы. На Кубани стартовал сев яровых культур. В некоторых хозяйствах уже начали посевную кампанию. Сегодня Вениамин Кондратьев посетил Брюховецкий район. Глава региона осмотрел поля и пообщался с местными фермерами. Многие из них провели техническое переоснащение. Губернатору продемонстрировали умную селку, которая повышает урожайность зерновых культур. Она способна выдерживать до сантиметра расстояние между семенами. 2,5-3 сантиметра она глубину выдерживает. Если будет глубже, уже проблема. Если выше, то может пересохнуть слой и не взойти. То есть это, к сожалению... Коллеги, я задумываюсь, на самом деле, разве может человеческая рука это сделать? Никогда в жизни. Как бы мы ни говорили. А самое главное, насколько продуманно, правильно он сказал, чтобы семена на определенном расстоянии друг от друга были. Для того, чтобы они еду друг у друга не забирали. Конечно, это же важно было абсолютно, чтобы им хватало питания для развития. И сегодня машина это делает. Я думаю, что, безусловно, возможности вашего хозяйства и завтрашний день зависит от того, что вы вовремя сделали модернизацию. Друзья, вовремя. Поверьте, это принципиально важно. Сегодня не то, что не отстать, а предупредить ситуацию, прочувствовать и понять, что вложившись в такую технику, вы явно выигрываете. И завтра получаете конкурентное преимущество. Селяне рассказали губернатору, что настроены побить прошлогодний рекорд зерновых и бобовых культур. Тогда на Кубани собрали урожай почти в 10,5 миллионов тонн. Как добиться такого результата, специалисты обсудили на совещании по весеннеполевым работам. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Создай свой новый образ. Спасатели из Армении обучаются в Сочи. На базе Центра подготовки спасателей ЮРПСО группа специалистов МЧС Республики Армения проводит курсы повышения квалификации. В том числе горно-спасательную подготовку на Красной Поляне. Сегодня спасатели ознакомились со средствами спасения сочинского отряда МЧС. Спасатели МЧС Армении заинтересовала уникальная барокамера, которая есть в арсенале сочинского отряда МЧС. Применяется она для тренировок водолазов, а также для лечения баротравм, в том числе и декомпрессионных заболеваний, поражений дыхательных путей, что может произойти во время спасработ во время пожара. Помимо стационарной у спасателей есть и транспортная барокамера, то есть передвижная. Если вдруг у водолаза случаются какие-то специфические заболевания, как декомпрессионная болезнь, кислородное отравление, баротравма легких, то мы помещаем пострадавшего сюда, привозим его к нам на стационарную барокамеру. Там он уже находится под давлением, уже начинается режим. Самый большой срок лечебной рекомпрессии у нас был 9 суток здесь. Почти 9 суток, по-моему, без 2 часов. Но пострадавшего, когда привезли, он был парализован по поясу. Это была тяжелейшая форма декомпрессионной болезни. Отсюда он вышел уже у нас своими ногами. Осмотрели сотрудники чрезвычайного ведомства Армении, автомобильную технику, мобильный госпиталь отряда, проехались и на спасательном катере. В планах встреча с медиками Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сидут ознакомительный процесс, это первый день. В дальнейшем будем наращивать это взаимодействие. И будем стараться, чтобы у нас тоже была такая же служба, как в МЧС России. Мы сами учимся в высших учебных заведениях Российской Федерации. Ну и проходим переподготовку в учебных заведениях Российской Федерации. Сейчас на Красной Поляне наши 10 сотрудников проходят горную подготовку. Мы завтра, наверное, будем посещать. Посмотрим, какие условия, как они подготавливаются. И хотим, чтобы в дальнейшем откорректировать, какие курсы нам нужны, какие программы, какое оборудование использовать. В рамках сотрудничества МЧС России поставляет в Армению спасательное оборудование. И тем важнее здесь, на месте, увидеть его в работе, отмечают спасатели Армении. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи попал в тройку лучших туристических городов. В тройку лидеров, обязательных к посещению, определили российские туристы. Всего в народном голосовании приняли участие 13,5 тысяч путешественников. На первом месте оказалась культурная столица. После Санкт-Петербурга путешественники отдают предпочтение Байкалу. На третьем месте в рейтинге самых популярных внутренних направлений разместился Сочи. Чуть меньше голосов набрала Камчатка и Казань. В список также вошли Калининград, Карелия, Москва. Девятое место поделили Владивосток и Эльбрус. Замыкает десятку Краснодар. В морском порту Сочи живут белухи. В социальных сетях появились кадры, на которых можно заметить периодически всплывающих белоснежных дельфинов прямо в акватории Морпорта. Черное море, как известно, для этих животных среда непривычная. Тем не менее, такие гости периодически посещают курорт. Впервые белух заметили в период подготовки к Олимпиаде. Тогда сочинцы предположили, что они будут участвовать в церемонии открытия зимних игр. Но потом решили, что полярные дельфины охраняют акваторию курорта от возможного проникновения в них аквалангистов с дурными намерениями. Также считается, что белухи натренированы оповещать о приближении дайверов или иных крупных подводных объектов к охраняемому судну или сооружению. Работу сочинского женсовета отметят на краевом уровне. 6 марта в Краснодарском музыкальном театре состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В номинации «Женщины вдохновляют» прозвучит история про сочинку Ольгу Александровну Моисееву. Она председатель женского совета Хуторского казачьего общества «Новоагинская». Чем занимается современный женсовет и для чего он казачком, узнала наш корреспондент Елена Автецина. Ольга Александровна – обладатель медали «Слава женщине-казачке». Получила ее год назад за активность должности председателя женского совета Хуторского казачьего общества «Новоагинская». За чашкой чая считает она, любая проблема решится. Вопросов у молодежи много, но любой из них будет ответ. Интересна им и история казачества. Как раньше жили, чем дорожили, как детей воспитывали. Все это Моисеева помнит и, по рассказам родителей, что-то сохранилось из собственных воспоминаний о поездках в станицу. Все они жили как-то одной общиной, одной семьей. Очень характер широкий, дружелюбный, гостеприимный у нас казаки. За верность казачьим традициям Ольгу Александровну уважают. Потомственная казачка воспитала сына, который возглавил в Сочи Хуторское казачье общество «Новоагинское». А он, в свою очередь, передает любовь казачеству своим детям. Нужно как-то возродить эту всю глубину, чтобы они знали своих предков. И дети, зная, кто наши предки, сколько у нас героев, кто где воевал, стали гордиться нашей фамилией, нашим родом. Сама же Ольга Александровна вместе с мужем-пограничником всю жизнь на охране рубежей. Проходила воинскую службу по контракту на заставе сочинского погранотряда в должности старшего повара. И даже отмечена медалью за отличие в воинской службе. С тем же рвением на пенсии взялась за работу женсовета. Очень активный человек, замечательная женщина, которая знает свои дела, прекрасно с ним справляется. Вот такая дружная сочинская казачья семья. Все в их доме пропитаны историей и любовью к родному краю. Любой уголок квартиры – это экспонат. Даже дымковская игрушка казачья подарена после участия сочинских казаков в крестном ходе в Кировской области. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинцы могут поучаствовать в городском этапе спартакиады трудящихся. Команды коллег будут соревноваться между собой в различных видах спорта. Стартует спартакиада трудящихся 17 марта на базе второй спортшколы. Для участия необходимо собрать команду коллег в возрасте от 25 лет, представляющую компанию, учреждение или предприятие. Все участники должны иметь постоянную или временную регистрацию в Сочи. В рамках спартакиады пройдут состязания по баскетболу, волейболу, футболу, легкоатлетике, гиревому спорту, армрестлингу и шахматам. Заявки на участие принимаются отдельно по каждому виду спорта. Адреса электронной формы указаны на сайте администрации Сочи. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах новости Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok